Личное утро. Здравствуйте, доброе утро всем нашим слушателям. Продолжается программа «Утро на Болткоме» Евгения Шафранок, Олег Пека. Евгений Копей нам помогает. И мы сегодня встречаемся с латвийским художником Владиславом Лакше. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. И не просто художником, но художником, который специализируется в сфере спорта. И вот это, наверное, самое невероятное, такой разрыв шаблона, потому что мы привыкаем к искусству, ну, какие-то утонченные, там, декаденты, которые, там, что-то, или, может быть, абстрактные. Олег-то просто не был на выставке современного искусства в последний раз, поверь мне, да? То есть нету никакого утонченного декадента. Есть внутренности собаки из папье-маше, например. Так что, в принципе, Владислав вполне себе вписывается в концепцию современного искусства. Плакаты, которые были нарисованы для уличного движения «Гетта Геймс», вызвали кучу дискуссий, одних назвали сексизмом, другие пропагандой насилия, кто-то вот искусством, кто-то подверг цензуре, кто-то нет. Что это было? Был там сексизм, признавайте. Ты женщину уважаешь? Давай с этого начнем. Конечно. Конечно. Мама моя женщина, прежде всего. Как же не уважать? Я думаю, что это было всего лишь отражение реальности. Не больше, не меньше. А реальности какой? Чьей? Который окружает, во-первых, прежде всего, Гетта, а во-вторых, всех нас. Лето выдалось, опять же, теплым. Не исключением было. Но сейчас холоднее. И на улицах можно было лицезреть вот этих самых женщин, которых я нарисовал. И дети, и всем доступно. Я считаю, что искусство вообще не имеет граней. То есть человек имеет право сам выбирать и сам смотреть. То есть смотреть и выбирать, думать прежде всего. Для этого он должен видеть все, что его окружает. В принципе. Это было бы идеально. Если бы действительно, как Бэнкси, например, который свои выставки делает на улицах. И всех категорий людей, возрастов смотрят, думают, обсуждают его работы. Они абсолютно разные стилистики, посылы, концепции и так далее. Поэтому я не думаю, что там есть какой-то сексизм, который вы упомянули. Там скорее ирония. И вот эта вот действительность конкретно Гетта, с чего мы начинали, да. И, в принципе, до сих пор там неблагоприятный район. Хотя мы за эти годы его достаточно благоустроили с помощью, так сказать, друзей, политиков и так далее. Сейчас это такой небесный, небесный прекрасный парк. Я когда захожу туда на самый верх, мне кажется, я отчасти в раю нахожусь. Он очень чистый. Где-то внизу фонтан бьет, водичка. Дети. Раньше этого не было. Но вот после того, как, например, были созданы и размещены эти рисунки, возмутились в обществе «Центр Марта». «Центр Марта» – это кризисный центр, да, куда может обратиться женщина, если… Да. Да, там, если как-то и в семье насилие, любое, физическое, экономическое, сексуальное и так далее. То есть им не понравилось, что в плакатах есть нецензурные слова, и также на плакатах, и также есть цены насилия. Но вот ты только что сказал о том, что это отражает реальность. Но, на мой взгляд, настоящие женщины никогда не отпустят своих мужчин на GTA Games голодными или возбужденными. Но это так себе отражение реальности на самом деле. Ну, это же сексизм, да? То есть женщина здесь, она как кто? Как объект для того, чтобы накормить, удовлетворить, и пусть он идет, играет? Или как это для чего? Нет, ну там все достаточно просто. Ну, там, как бы с одной стороны были как раз те женщины, которые не хотели отпускать своих мальчиков. А с другой стороны, как бы женщины, которые провоцировали для этого поступка. Для того, чтобы их отпустили все-таки к ним, к этим красивым. А что значит отпускали, не отпускали? Ну, дело в том, что да, ну просто это больше иронии, да, было. И, как бы, опять же, ссылаясь на историю гетто, этот район и так далее, я как бы не особо думал о том, понравится это Марте или нет. Я вообще мало думаю, понравятся ли кому-либо мои работы. Прежде всего ставлю какие-то задачи вызвать улыбку, удивить, наверное, себя прежде всего, опять же, да. Но то, что Марте не понравилось, это нормально. Ну, искусство, как говорится, должно, опять же, говорить, я говорю, вызывать какие-то дискуссии. Ну, хорошо, ладно, центр Марта, который посчитал, что, в принципе, такие плакаты нарушения основополагающих принципов гендерного равенства. А что у нас, допустим, с окружающими девушками? Были ли девушки, которые подходили, говорили, вау, круто, вот прям супер? Да, было, было. И подходили те, которые говорили, что ты вообще нарисовал? Мы что здесь, вещи какие-то? Таких не было. То есть, всем понравилось? Да. Не понравилось только центр Марта? И мне? Ну, так получается, да. Ну, то есть, пока ты красиво, а надписи нет? Ну, опять же, ну, истина в том, что человек видит в этих работах. И особо, как правило, люди не углубляются. Это вот проблема, опять же, выставок. На выставке ходят попить вина, меньше всего посмотреть и подумать над тем, что художник выставил. Но, что касается, я извиняюсь, да. Но, что касается, как говорится, этих работ, это, ну, вот, весь такой наш геттовский, так сказать, флоризм, я не знаю, как назвать, да, вот это, смеемся и достаточно иронично относимся к всему. И, в том числе, реакция людей тоже вызывает улыбку. Я думаю, и им самим было весело все это обсуждать. Вы, крайней мере, узнали о центре Марта, что существует такое, многие люди. А, господин Элбокян, основатель Гетты Геймс, он отметил, когда вот эта дискуссия разгорелась, он отметил, что у художника была более глубокая мысль, которая, очевидно, сработала. Какая глубокая мысль была? Ну... Или что он знает больше тебя, художника самого? Я не знаю, мы как-то вместе наравне создавали Гетто. Поэтому... Не, а мысль-то какая была? Ну, мысль прежде всего, как бы, вызвать улыбку и без какой-либо агрессии. Я уже сказал, что на улице очень много девушек, которые, как вы говорите, наверное, провоцируют невольно по природе. Именно биологический фактор таков, как я говорил когда-то, что не Адам соблазнил Еву. Ну, я смеюсь просто всегда, да, наоборот. Но, как бы, опять же, мы все равны абсолютно. Я считаю, что нет никакого равенства. Есть просто возможность посмеяться над любой ситуацией и не относиться к ней слишком серьезно. Особенно, если это в контексте мероприятия такого, как Гетто Геймс. Ну, я понимаю, что не только Гетто Геймс, хотя, ну, об этом мы еще поговорим, наверное, о связи, как-как. Огромное ведь количество других, я понимаю, коллабораций со спортивными брендами и, я знаю, что контракты с ЦСКА и с NBA. То есть, каким образом выходят, находят таких художников? Как вообще художник приходит к теме спорта? Ну, во-первых, это очень давняя тема. Да, я тут послушал насчет современного искусства, там, контемпорарий арт, что я вполне вписываюсь в эти категории. Это достаточно весело, потому что там другие цели совершенно. А ДНК, там, например, еще рисовал спорт, да, и очень много художников, которые рисовали плакаты к спорту и которые полноценные произведения создавали, да, на спортивные темы. Живопись, я имею в виду, монументальная. Поэтому я не исключение, я всего лишь, ну, как сказать, наверное, после большой паузы начал, как бы, заниматься тем же. То есть, я сам занимался спортом, я закончил баскетбольную школу, поэтому мне это было, наверное, как-то близко все-таки. Получилось это так, что я все время играл на улице, мы также и с Раймондом играли вместе. Да, один раз пришел друг к нашу общую, сказал, что есть идея гетто. Я говорю, что это такое? Ну, мне пояснили, да, что это прежде всего стритбол, уличный и так далее, что я рисую и что мне может быть это интересно. Действительно, это было интересно, потому что в детстве я играл на стритболах, и прежде, первое, что я подумал, о, классно, наконец-таки теперь я реализую свои амбиции детские и вот эти все маечки буду рисовать, да, потому что мне не хватало этого. Обычные надписи Adidas или каких-то невнятных геометрических форм, да, абстрактных, которые использовал Adidas, Nike и так далее, до сих пор они это делают. Я подумал, вот как альтернатива, как контраст, я как раз-таки сделаю вот этих героических игроков, слоганы, напишу, которые бы мотивировали людей. То есть, эта концепция, она создавалась совместно, то есть, вот эти образы, они должны были лечь в концепцию гетто. Они легли, это была просто моя инициатива, да, то есть, это исключительно моя свобода была, да, вот пришел мальчик, говорит, есть гетто, я забыл, не закончил. Да, и мы пошли как бы вместе, крайно, да. Ну, я увидел просто площадку, огромный кусок асфальта, кольца и все, и абсолютную пустоту. И как бы на мне было уже решение, как это все оформлять. Никто не понимал в этой сфере ничего, я тоже в тот момент не понимал, что с этим делать, хотя рисовал. Закончил уже академию, да, и оформлял какие-то спортивные мероприятия в контексте академии художественной и так далее. Я сам в них участвовал, сам оформлял. То есть, понимал плюс-менно, что нужно делать, да. Какой-то опыт был американского, так сказать, опыта, да, то есть, я какое-то время там был. В Америке. Да, как все это делается, немножко учился, смотрел и так далее. Поэтому, естественно, когда мне предоставилась такая возможность, я сказал Раймонду, ну давай взорвем, попробуем. Да, мало кто верил, что из этого получится бренд. Ну, как мальчишки, которые раньше играли вместе, решили объединиться и создать что-то из сферы своих детских фантазий. Вот. У нас, наверное, получилось. Особенно в этом году. А что? Это, имеется в виду, скандалы, да? Ну, и в том числе. Ну, скандалы, они способствуют популярности, я понимаю, что, ну, вот привлечения внимания, может быть, какой-то такой... Может ли жить художник без скандала? Ну, все зависит от художника. Ну, кому-то нужно спокойствие, лес, море. Кто-то это пишет, рисует. Кто-то внутри, кажется, согласен. А я, например, все время как-то вот на конфликт, наверное, с самого начала пытался лезть на рожон, на амбразуры грудью. Мне это нравится. Просто лично мне. Да, вот, например, была выставка в арсенале в музее, она называлась «Нагантники», это «Хулиганы». Да, я тоже там, как бы, хулиганил немножко, выставил работу. А может ли, например, такая фактически субкультура, как Getty Games, потому что это все-таки не просто движение, это субкультура, может ли вообще такая субкультура существовать без скандального искусства? То есть, можно ли где-то добиться какой-то гармонии, скажем, да, здесь они более агрессивны, но здесь они принимают позицию, скажем, более спокойную, более лояльную. Или у Getty Games цель вот такая, быть все время там черной овцой в белом обществе, как они написали, да, на своей страничке в социальных сетях, но тогда не надо удивляться, что вас регулярно не поддерживают, что вас регулярно критикуют. Мы не удивляемся, по-моему, я точно. За эти 11 лет очень много разного мы пробовали, да, были очень лояльные дизайны и так далее. Мы уходили от истоков, да, вот этого, то, что вы говорите, агрессивного искусства, которое, в принципе, включает в себя слово Getty, неблагоприятные районы, где нужно выживать, да, и всячески, как и такие самцы племени гориллы доказывают, что они лидеры своей стаи. Ну, это, образно говоря, я смеюсь, конечно, но как бы агрессивный такой вот заложен был изначально дизайн, да, он опять же был... Как опыт мой личный, да, того, что я видел и в Соединенных Штатах Америки и так далее. Какие-то мои личные амбиции, они совпали с амбициями района, да и мы просто решили, ну, как я уже говорил, создать на основе этого культуру, о которой вы говорите. Можно по-разному делать, да, но детям и взрослым детям, которые у нас играют, им нравится. Уличное движение, вот ведь я понимаю, что это не только латвийское, но сейчас и в России подхватили этот бренд Getty. На Украине, да. Да, на Украине. Вот насколько здесь ваше участие? Ну, то есть, изначально появился этот формат, взяли в Москве, ну, да, с Райменом ездили, там были мои работы тоже, да, и, то есть, как такой франчайз, то есть, мы как бы передавали эту культуру. Дальше, вместе со всем входящим в это слово, да, и дизайны, и слоганы, и все, что было. Ну, участие вот такое. А как находят, например, большие, ну, не знаю, спортивные бренды, художников, вот вы обращаетесь к ним, присылаете работы, они обращаются, то есть, ну, вот каким образом? Ну, во-первых, их не так много. Спортивных художников, да, я сейчас схожу вот тоже в топ-5, как бы, лучших во всем мире, это говорит о том, что в мире они не так много. Те, кто рисует баскетбол на профессиональном уровне тогда, то есть, ну, увидели, прежде всего, на гетто, да, мои работы в Москве, ну, потом ЦСКА обратились, им понравилось, как это в Москве выглядело на площадке. Дальше Нижний Новгород, и, в общем, я как татарская игра прошелся по всей России, да, но оформил все, что только можно было. Чемпионаты мира и даже в Олимпийских играх. В Сочи, да, вот, которые были? Сборные, да. А ты профессиональный художник, ты закончил школу Яни Розенталь. Академию, да. Да, академию. Почему не было желания, может быть, оно было, и ты даже пробовал себя в каком-то классическом искусстве, да, то есть... Натюрморты, там, обнаженные эти, там, просто... Натюрманская живопись, что-нибудь из Рубенса взять, ну, то есть, были ли попытки прийти к какому-то классическому знаменателю, скажем так, или сразу хотелось творить вот такое нечто провокационное и громкое? Ну, так я и творил это все, просто, видно, вы не знаете. То есть, видимо, это было незаметно, а как только нарисовал полуголую женщину с вызывающим слоганом, вот тебе, пожалуйста, в студии сидит. Ну, магистровскую работу мы снимали еще, да, работа магистра, это пять элитографских камней с выставок, это был такой первый скандал громкий биографика по живописи. Да, тогда, как бы, было очень много тоже обсуждений моих работ, дипломной работы именно. Вот, а один из плакатов попал в Латвийский музей национальный, сейчас находится в коллекции национального музея, да. Так что меня знают изначально, как, наверное, классического больше художника, да, который работает в станковой графике, технике, живописи и так далее. Да, я много выставлялся и в музее, и по выставкам. После этого я познакомился уже с Раймондом, да, и это было на самом деле как хобби, играющий. Я всегда в тетрадках рисовал баскетболистов, потому что, я уже говорил, сам играл в баскетбол. Да, но я никогда не думал, что это перерастет во что-то такое серьезное, да, то есть, как раз-таки я хотел больше заниматься большим, то что называется, искусством, да. И, в принципе, параллельно все время это делал. Просто я выставлялся в Германии, я выставлялся в других странах и минимально здесь, поэтому никто особо, кроме геттовских работ, не знает мой стиль, направление, искусство и так далее. Кстати, в октябре будет моя вторая выставка, вот такая большая в Риге. Персональная? Да. Где она будет? А где мы? В новой галереи, она еще не открылась, вместе прямо с открытием галереи будет Малыш. Это та самая, которая? Надзернова. Ну, можно название сказать? А, я еще только не знаю название. Она еще не открылась? То есть она вот прямо вот... Но выставка уже будет. Уже все запланировано, открытие галереи вместе с выставкой. А вот удалось ли, когда, скажем, еще вот в классическом искусстве существовали, как-то побывать вот в этой тусовке художников таких вот классических вот они... С беретами, которые там там... Ну, конечно. С жаботом у них. Я же говорил, что каждый раз, когда я куда-то прихожу, никто не понимает вообще, ну, чем я занимаюсь. Что, как правило, кем, майка. А надо как? Ну, как мне, Саша, вот Александр Васильев говорил, что по блату, по блату я тебе скажу, дай бесплатный совет, но лучше в бархатных рубашках с воротником. В бархатных рубашках с воротником. Я очень слабо представляю нашего героя бархатные рубашки с воротником. Ну, мне подходит. Ага, да? Ну, ты носил там? Дай-ка я попробую все-таки, Василий, в плохого не пожалею. Даже пиджаки. Даже пиджаки. Ужас, да. Вот это... Вроде тоже подходит. Но не твое. Ну, как-то легче так вот, да, передвигаться. Легко ли существовать, скажем, совместно с Getty Games, видеть, скажем, подростков с их проблемами, с их мировоззрением, с их взглядами, потому что они разные. И приходят, это не всегда благополучные ребята, многие приходят, чтобы, наоборот, выбраться из того замка, того в круг, который они себя загнали, или изогнала их ситуация какая-то. Насколько там комфортно? Насколько ты тесно общаешься с ребятами, которые приходят? И насколько ты для них авторитет? Ну, я как бы 11 лет общаюсь, да, но в основном я как такой серый кардинал рисую, какие-то идеи иногда высказываю по поводу того, как это можно оформить, как это могло бы выглядеть и так далее. Но ребята, естественно, в курсе, что я делаю для Getty, многие из них мне пишут, ну, через 11, уже спустя 11 лет, иногда такие письма, что вот я на кого-то повлиял своими работами, кто-то решил пойти там в прикладное искусство, заниматься искусством. Кому-то это помогло, еще в чем-то. То есть я получаю такие позитивные очень комментарии, которые мотивируют меня продолжать этим заниматься. Да, ну, то есть, как бы, отвечают, наверное, на все мои какие-то, на все вопросы, которые я раньше задавал себе, правильно ли это, неправильно и так далее. То есть они подтверждают, дают мне уверенность в том, что, да, действительно, это было все не просто так. Достаточно одного даже человека, который бы сказал тебе спасибо, ты изменил мою жизнь, чтобы продолжать этим заниматься. Я думаю, таких людей достаточно много. И так как я работаю по всему миру, сейчас вот очень много с Америкой работаю, оттуда тоже постоянно пишут, постоянно, вот в Инстаграме постоянно пишут, пишут, пишут. То есть это мотивирует. А так вот, прям вот, чтобы собирать этих ребят, общаться, проводить какие-то мастер-классы, что-то советовать, такого нет. Я думаю, что это и неправильно, они все видят сами, что происходит на турнирах. Мы даем им свободу, у нас есть правило, что у нас нет судей, потому что, когда люди играют, они как бы сами себе судьи. Это их, на их совести. Нарушения какие-то. Да, правила, это на их совести. Они должны сами понимать, где они были правы, где неправы, чтобы формировать лично в себе этого судью. Так что. Тут приходят вопросы, спрашивает Виталий, какова стоимость ваших рисунков, и уточняет, до и после скандала. Это хорошо, это хорошо. Можно ли приобрести, в самом деле, работы? Ну, я понимаю, что сейчас на выставку можно будет прийти на Дзирнову, но где можно их приобрести? Я понимаю, и майки, например, вот с… На гетто. Ну, то есть на гетто. Да, есть магазин, где продаются вот эти все футболки и так далее, байки. Можно носки даже и кепки, можно купить полностью все. Весь комплект чемпиона одеться. От шортиков до носков и майк. Майк, да. Лично мои, как бы у меня есть бренд «Лакши Пэшн», но он такой достаточно ляло развивающийся, потому что я постоянно участвую в других проектах и делаю для кого-то, а вот для себя, прежде всего, дорогого, любимого, нет времени. Наверное, потому что не такой же дорогой, любимый. Я достаточно критичен к себе. А вот, скажем, имея классическое образование и живя сейчас в достаточно таком современном искусстве, как вам кажется, куда оно вообще двигается? То есть есть теория о том, что искусство с точки зрения каких-то там стандартов, оно отмирает, оно умирает, потому что людям нужен хайп, им нужна игра на каких-то низменных чувствах. Если я была на Венецианской биеннале, да, там мерзко все, за исключением там одного-двух объектов. То есть все, все, как бы давит, наверное, на твои низменные эмоции, желания, какой-то вот, негатив какой-то, да. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас? Ну, меняется время, искусство всегда в контексте времени живет и жило, да. Я думаю, что Репин сейчас бы точно не прижился. Ну, как ни печально это, да, звучит, да. То есть он был героем своего времени, школу того времени отражал, так сказать, структуру самого художника, творца, да. И поэтому, наверное, говорить о том, что было тогда и сейчас сложно, но, в принципе, мастерство, вкус никуда не делись, да. То есть если у человека, который делает художника, мастера, автора, есть этот самый вкус, то его работы будут актуальны, красивы и сегодня. Я думаю, а что касается современного искусства, да, умирает, наверное, какой-то ремесленник, мастер, который даже мог исполнять произведения искусства, ну, то есть технично это делать красиво. Да, используя школу, прежде всего, свои навыки, знания, то есть как бы это уничтожается, может быть, даже сознательно. Потому что я слышал, что многие кураторы современного искусства это объясняют так, что в искусстве, опять же, упоминаю это слово, не должно быть понятия, что кто-то талантливый, а кто-то нет. Что вот любой может творить и так далее. Это не так, это неправда, да. То есть люди рождаются с определенным потенциалом, так же, как и математик не может быть математиком, и вы, и я, и они, и мы все, да. Или чем-то он попробовал поднять у тяжести. Да, то есть замены найти невозможно, то есть люди рождаются с определенным коэффициентом, потенциалом, да, поэтому, конечно, на современное искусство смотреть мне лично тяжело, потому что у меня были такие учителя, как и Каркунов, и Коржев, да, такие соцреалисты, которые прежде всего настаивали на школе и на какой-то эстетике формы и так далее. Мы еще продолжим обязательно и попросим позвонить, потому что я вижу, что есть звонки, мы сразу начнем их принимать после новостей, и мы к вам вернемся. В нашем личном утре один из самых востребованных латвийских художников, входящий в топ-5 спортивных художников Владислав Лакши, и у нас вот наконец-то есть возможность принять звонок, мы попросим вас надеть наушники, Владислав, будет слышно нашего звонящего. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, ваш вопрос. Доброе утро. Алло, я думаю, кто-то рисует, что ли. Я тоже, да, я... Так, человек, звонил, звонил. Хорошо, тогда я перейду к вопросам, которые поступили к нам в WhatsApp. Значит, не унимается Виталий, спрашивает, но он спрашивал про стоимость. Нет, все-таки хотелось бы подробнее про цены. Сколько, значит, стоят ваши работы? Да, сколько стоит? Сколько стоит майков, в которых ты сидишь? 15, 10, 15 евро. А если я хочу картину? Оригинальную, я понимаю. Оригинальную? Ну, смотри, картину. Ну, вот такой же, только на холсте. Не могу распечатать на холсте. Сколько это будет стоить? Сколько стоит распечатка холста, да? Ой, я даже не знаю, это не так уж и дорого. По дружеской цене вообще. Ну, дружеская цена это сколько? Не знаю, может быть, 50 евро, где-то так. Может быть, больше. В зависимости от формата и так далее. Ну, если это просто принт, это, например, работа сделана на компьютере, нарисована на планшете, поэтому ее можно бесконечно размножать. Да, но я посмотрела, например, в галерее цены, художники, картина стоит 3-5 тысяч евро. У тебя есть такие работы? Разные есть. То есть есть? Ну, у всех есть. Ну, я же не знаю, у меня нет картин за 3 тысячи евро. Ну, надо начинать рисовать. Ну, я просто понимаю, что ведь есть наверняка работы, которые делаются по специальному заказу большими брендами. То есть это работа, которая затем тиражируется. Ну, то есть стоимость не ее, а стоимость этого изображения, да? Ну, да. Особенно, если это коммерческие работы, они там на те же майки идут и так далее. То есть на баннеры, на наружную рекламу. Ну, то есть носители дигитальны всегда, которые очень легко распространять. Вопрос еще тут из WhatsApp. Как вы относитесь к творчеству Марка Ротко? Да, к Ротко так же, как вот к Адидасу, который когда-то свои майки до сих пор печатают. Как бы любому творчеству есть место. Но по-своему, наверное, работа интересная, но для меня они как бы ничего, они не несут никакой информации, эмоций. Да, мне лично важны эмоции, поэтому достаточно спокойно отношусь к его творчеству. Кто из классиков вызывает такие эмоции? Репин, фешн, Серов. Прямо школьная программа? Нет, просто очень хорошие мастера. Шишкин еще, да? Нет, Шишкин нет. Мне конфетки не нравятся эти. Конфетки опошлили всего Шишкина. Тот неловкий момент, когда отработал всю жизнь, а конфеты невкусные. Мы все говорим про спорт. Упаковка вроде ничего, содержимое тактики, да? Мы все время говорим про спорт, но ведь совсем недавно прошел Лаймад Рандевум фестиваль. И опять-таки, именно Владислав, я понимаю, автор тех плакатов, которые весь город заполонили. То есть, насколько было интересным, здесь совершенно же другое. Да, вот именно. Совершенно другая какая-то история, другой образ придуманный. Почему акварель? Почему вот какие-то такие вот интересные? Ну, потому что, вот мне кажется, что Юрмала, она такая водная, как я говорил уже там в интервью тоже, я называю акварель разноцветная вода. Да, и вот интересно, когда все это так течет красиво, застывает. Акварелью можно играть, ну, как музыка, она мелодична достаточно, интуитивна очень, как техника. Ты романтик? Не знаю. Ну, так просто, вот так вот, все. Так тоже могу. А как вот работала с Лаймой? То есть, насколько ведь нужно было, ну, изменить свой стиль, потому что здесь, ну, какое-то ощущение совершенно другого чего-то. Ну, это, наверное, вот то, что называется школа академическая, когда ты можешь в разных стилях работать, потому что тебя учили основам, очень важным. Да, на сегодняшний день, действительно, вспоминая вступительные экзамены в академию, как бы без слез не обходится. Вот, потому что вот та школа, основа, она умирает, в принципе. Как мой учитель говорил, да, во времена войны, если ты мог нарисовать портрет, то ты всегда был с картошкой, может быть, кусочком хлеба и солью. Да, что мог бы предложить человеку, скажем, ну, в альтернативу мог бы предложить Малевич, хотя мне нравится. Нет, Малевич, это как раз-таки он может… Суплематизм и так далее, да, вот он может. Потому что он очень грамотно свою идею предложил миру и стал первопроходством, первопроход сам. Суплематизм и так далее. Мне нравятся идеи черного квадрата. Мне просто постоянно спрашивают, в чем там идея, что ты думаешь. Ну, версии же очень много, интерпретации очень много, здесь какая-то своя? Нет, нет, я говорю о том, что он думал. То есть, искусство закончилось? Нет, он рядом с иконой как-то повесил ее, да, и сказал, что это вот его икона. Когда спросили, что же она отображает, он сказал, естественный конец жизни. А еще кто, или искусство закончилось, сказал Малевич, повесил ее. Как тоже сказал. Ну, имеется в виду, что… То есть, он себе все разное сказал, а мы теперь не знаем, что же… Ну, когда я убрал в обморок, да, после того, как мне брали кровь из вены, да, я вот почувствовал, что он был прав все-таки. Ты боишься иглы или у тебя слишком много? Нет, черный квадрат был и все. До тех пор, пока не принесли на шатерик носик, у меня не было. Ты боишься вида иглы? Ну, раньше боялся, да. А сейчас что изменилось? Боишься просить? То есть, когда ты постоянно делаешь одно и то же, ты привыкаешь к этому. Даже если ты чего-то боишься, постоянно идя в лес, ты уже на 20-30 раз будешь относиться к этому, как к прогулке перед сном. Что дает тебе занять искусством, живописью вообще? Кроме денег. Да, кроме денег. Ну, понятно, деньги, самореализация – это все понятно, но есть вещи, которые наверняка она дает больше, да, то есть, это какая-то эмоция может быть. Ну, я никогда не думал о том, что буду зарабатывать искусственно, тем более, что это можно как-то в день. Человек учился, простите, в академии, а… Ну, никогда не думал, что буду зарабатывать искусственно. А чем зарабатывать тогда? Хотел быть художником на Монмартре или как это было? Нет, я просто занимался тем, что делал то, что мне нравится. Я был молодой, я часто задавался вопросом, там, спрашивал у кого-то вообще, что же дальше, да, и так далее. Потому что для меня, как бы, зарабатывание денег было не самым главным. Я думаю, для любого художника, творческого человека, прежде всего, самореализация, то, о чем вы говорили, какие-то внутренние амбиции, необходимость внутренняя, да, опять же, самовыражение, да. Для кого-то это протест, для кого-то это желание докричаться до народа, для кого-то это медитация и так далее. Но в той или иной степени это просто, ну, как бы, искусство в тебе, да, внутри, ты не можешь этим не заниматься, просто не можешь этого не делать, не рисовать. Художник должен уметь продавать себя? Не думаю, что художник должен этим заниматься. Я думаю, что для этого есть менеджеры и так далее в Америке, в Англии и так далее на арт-рынке, успешно этим занимаются другие люди, продают художник. А если мы обратимся к прошлому, даже недалекому, XVIII-XIX век, где художники, там, сами себя, в принципе, продвигали благополучно, кто-то был придворным художником, кто-то был более востребованным. Вот сейчас поменялось это потому, что что у нас, потому что модно имеет директора или потому, что художник теперь не должен обладать качеством пиара? Я не знаю, но если художник был при дворе, то всем его обеспечивал король. Так он туда попадал-то как? Ну вот увидели где-то, да, так же, как и меня, работу, да, какую-то и пригласили, захотели, то же самое. В принципе, все очень просто. А портрет лайма писался с натуры? Вот, кстати говоря, про придворных художников? Нет, я просил, да, чтобы мне предоставили лайм. Предоставили лайм? И вы мне предоставили лайм? Лайм в студии, нет, нет, ну в смысле, что я бы мог с натуры поработать, да, но, к сожалению, не получилось. Я рисовал с фотографией. А почему? Она не захотела и сослалась на... Ну, у нее просто мало времени, она постоянно в разъезде. Потому что она капризная просто. Ну, как и все творческие люди. Ей позволено, она же все-таки наша. А мне было обидно, то есть ты хочешь порисовать с натуры, ты хочешь сделать хорошо для нее же, это ей реклама. Нет, я говорил об этом, да, но не было такой возможности. Ну, и так, собственно. А часто ли приходится рисовать, писать портреты, то есть вот с живых людей или, ну, вот с кого создаются вот эти образы баскетболи? То есть нужно ли, чтобы позировал какой-то мускулистый там или это... Ну, нет, я думаю, что это все из головы так. Ты примерно понимаешь, да, как устроено тело, знаешь анатомию и так далее. Вот, кстати, по поводу анатомии, вот как вот понять, вот какие мускулы напряжены в определенном... Ну, в школе Розентале надо учиться, или внимательно смотреть телевизор. Сейчас уже нет, сейчас много источников для того, чтобы учиться, не заканчивая академию. А ты можешь взять, там, тебе девочка понравилась, ну, какая красивая девушка, взял, нарисовал ее плакат и все, и она такая расставила. Или там, давай я тебе буду писать обнаженный, там, например, вот как способ знакомства с девушкой. Ну, да, было всякое. А почему было? Девушки закончились, а рисовать больше не хочется. Да нет, ну, просто, когда я был студентом, так, все, это было интересно. Это был дешевый способ, это было сейчас легче пригласить в кафе, чем сидеть и рисовать. Ой, тоже не легче. Сейчас, вот как вы правильно выражаетесь, уже настолько все, всем все надоело, что ничего не работает вообще. Это касается не только искусства. Как художник знакомится с девушкой тогда? Ну, я не знаю как. Ну, когда-то вот я учился, познакомился в академии. Девушка была художницей тоже. Обычно художникам интересно вот с художницами. Да, встретились два одиночества, да? Что за мероприятия у нас будут в августе, о которых нужно знать слушателям? То есть, будет Кубок мира в баскетболу? Да, челленджер будет. Большое мероприятие гетто, где... Какого числа это будет? Ну, это можно узнать. Ну, я скажу, хотела посмотреть на это растерянное лицо. 7-8 августа это будет. Мы просто не могли вспомнить за эфиром. 7-8 августа пройдет Кубок мира в баскетболу 3 на 3. Гетто, баскет, рига, челленджер. Да, где латвийская сборная будет в очередной раз доказывать свои героические способности выигрывать. Это же без иронии сейчас сказано. Да, конечно. И 24 августа... Здесь все было без иронии. Почти. Почти. Кроме сексизма. Мы помним. 24 августа юбилейный бойцовский турнир Гетто, Файт, Икс или это 10? Это все вместе. Все вместе. Как айфон. Впервые на турнир будут профессиональные бои. Вот что значит профессиональные бои? Ну, они всегда были профессиональные. Просто будет больше мастеров. Вот как в арена Рига, когда до нокаута? Ну, всегда до нокаута. Я думаю, вам надо просто прийти и посмотреть, что там происходит. Наконец-таки. Как разъярённые мужчины бьют друг другу лицо? Для каждого мероприятия создаётся какой-то отдельный образ? Или это... Ну, вот как... Я стараюсь каждый год что-то новенькое создавать. И в стилистике, как я уже говорил, и в концепции тогда. Экспериментирую до сих пор. А экспериментирую куда? В какую сторону? Ну, смотрю как бы на то, что нравится людям больше. Что сейчас нравится людям? Кроме красивых полуголых женщин, которые говорят... Это всегда нравилось. А сегодня... Сегодня... Не всем центру Марты не понравилось. Я думаю, что в душе тоже понравилось. Ну, мы встречались там, и по глазкам, и всем остальным. Было видно, что такие же женщины. Просто им нравится заниматься этим или играть в это. Мы все же играем во что-то, да? Даже можно сказать, что художники играют в художников. И так далее. Ну, для тебя же это не игра? Для меня это отчасти и игра, и не игра, да. Но это внутренняя необходимость. Но я просто говорю, что... Ну, центру Марты было видно, что... Ну, их забавляет отчасти тоже это. Хотя они и серьёзно относятся в то же время к этому. И в то же время как бы и сами же смеются над этим. Хорошо. Кстати, вопрос по поводу современного искусства, сексизма, феминизма и так далее. Если уж мы затронули такую тему в начале нашей передачи. В Петербурге сейчас в метро, в самих вагонах метро, повесили такие поручни из женских кос. То есть ты держишься теперь не за петлю, а за косу. Я в детстве любил косы делать у девочек. Да, чтобы прилечь внимание к домашнему насилию. То есть каждый раз, заходя в метро и хватая за эту косу, ты понимаешь, что вот кто-то сейчас испытывает эти реальные ощущения. Как ты считаешь, вот эта акция, она крутая, она не крутая, она имеет какой-то... Прошла бы у нас она такая, не прошла бы. У нас нет метро, но у нас есть троллейбус. У меня бы это вызвало определённые эмоции. Вспомнил бы сразу, как я свою двоюродную сестру за косы таскал, когда мы ссорились. Я думаю, я бы вспомнил. Тебе было бы стыдно каждый раз, когда заходишься в троллейбус? Я думаю, я бы улыбался в этот момент. Потому что это было весело. Ну, мы играли и так далее. Нет, я думаю, что это, опять же, как говорится, контемпорари арт с какой-то глубокой идеей. Нет, ну мысль крутая, на самом деле. На мой взгляд, она... Ну и мысль крутая, и идея крутая. Вот вопрос. К тебе, как художнику, считаешь ли ты эту идею крутой? И могла бы она пройти в нашем обществе? То есть нашла бы она отклик в нашем обществе? Вы имеете в виду в Риге? Да, конечно. В Латвии? Да. Я думаю, что любая интересная идея нашла бы отклик, потому что тут живут такие же люди, прогрессивные, даже еще более прогрессивные. Я думаю, что это бы понравилось, наверное, определенной аудитории. Я как раз-таки вначале говорил о том, что любое искусство, то есть искусство имеет абсолютную свободу, да, выбор, прежде всего. Поэтому чем больше этих акций различных, интересных будет проходить, тем более насыщенным будет мир, и наш в том числе. Да, как я уже говорил, что самое интересное было вот в работе над спортивными дизайнами и так далее, это то, что искусство вышло из галереи, из помещения, да, и получило вот свободу абсолютно быть везде. Да, и каждый получил право выбора его созерцать, обсуждать, думать над этим, да, потому что люди, там нет вина, опять же, да. То есть достаточно здоровый подход к искусству, я считаю, да. То есть когда искусство вырвалось и получило вот эту свободу, то, что Бэнкси дал, да, вот своими граффити. Я не считаю это граффити, я думаю, что это произведение искусства, маленькие живописи, рисунки, просто вместо холстов стены домов, например, или, там, не знаю, мусорные ведра и так далее. То есть люди идут, они постоянно смотрят на это, думают над крыской, которая поднимает флаг английский, что вот их не замечают. У Бэнкси, у Бэнкси есть философия, у Бэнкси есть достаточно там глубокая мысль. Ну, он, в принципе, такой социальный художник, на самом деле, который все время вот эти социальные проблемы старается поднять вот с какого-то дна на более видимый уровень. А, например, в твоих рисунках, которые вот мы обсуждали в самом начале, в них нет, да, то, из-за чего я возмущалась там в дне эфира как раз, да, то есть, там, женщины сейчас там пытаются как-то пробить себе место под солнцем, как бы это смешно не звучало, да, потому что там мы меньше получаем зарплаты, нам труднее устроиться на работу, к нам очень скептически относятся. Женщина за рулем – это уже мем, хотя, на самом деле, я, например, не знаю, я вожу намного лучше, чем многие мужчины, еще надо поискать. Когда уйдешь по дороге, едешь, думаешь, кто тебе продал права, мужчина? И тут выходят эти рисунки, которые опять все возвращают назад, опускают нас в какой-то уровень обслуги каких-то второстепенных личностей. Мне кажется, это таки неправильно, учитывая, что вы влияете на общественное мнение подростков, например. Учитывая, что в контексте этого всего были и другие работы, которые все цело говорили совершенно о другом, просто мало кто на них обращал внимания, может быть, вот создалось такое именно мнение, что они были на передних баннерах, да. Как я уже говорил, вся эта общая концепция была лишь возвращение в историю гетто, не без иронии, опять же, да, где было очень много символов, которые просто не были замечены, да, как бы всех перечислять. Я не буду, просто не хватит эфирного времени, но все цело нужно всегда смотреть концепцию гетто, а не отдельные баннеры. Да, но баннеры же... Да, извиняюсь, как я уже упомянул, в них не было совершенно ничего негативного, потому что реакция детей, людей, которые на них смотрели, вызывала лишь позитивную улыбку. Ну вот тебе лично не кажется это странным? Ну нет, потому что одна девочка... Настолько как бы сексистский плакат вызывает восторг у людей. Ну одна девочка подошла вот в коротких шортиках, таких же почти как вот... Ну героини, да, этого плаката. Героини этой работы, да, и сказала, что это здорово, да, я сказал, что ты думаешь насчет этого, это вызывает у тебя какой-то резонанс или конфронтацию, или какой-то, ну, спор. Она сказала, что нет, потому что... Что художнику скажет правду, его каждый может... Нет, она говорит, что мои подруги все вот так одеваются, я говорю, почему? Для того, чтобы понравится мальчик. Мы же говорим не одеваться, мы же... Одеваться я могу как угодно, никто не имеет права обвинения, не проводиться. А там просто многие говорили, что они там почти голые. Так одела в подписи или не в подписи? Да, вот не интересно, что только в подписи. А, это же не художнику тогда в вопросе. Одежда тоже, но одежда, люди одеваются по-разному же. Я не понимаю, как одежда может являться там провокацией. Нет, ну вот я как раз хотел услышать, да, что там, вот, в принципе, вызвало самое главное. Главное, я понял, что это претензии к подписи. Понятно. Нет, ну и подписи, и подписи совместно с картиной. А девочка, вот с плаката, я имею в виду, это был тоже собирательный образ или конкретная девушка? То есть, ну вот... Нет, нет, там были просто... Фантазии. Фантазийные женщины. Ох, девушка. Ничего себе у него такие фантазийные женщины. А техника, вот в какой технике создается? Это дигитальное искусство, это на планшете нарисуется. Прямо рисуется на планшете, то есть, если раньше нужны были краски, холсты, кисти, там, это все. Теперь есть в дигитальном виде. Вау. А ты еще же занимался не только, занимаешься не только художеством, но и занимаешься искусством в более широком виде, лепишь, что-то там еще делаешь, что-то еще делаешь. Где ты еще себя реализуешь? Дизайны интерьеров иногда делаю. Что ты уже обставил? Ну, я делал проект «Кот» ресторана, помогал другу, заявил о том, такие... О, ну это такие хорошие проекты. А еще что у нас со скульптурой, лепкой, керамикой? Я дигитально леплю, да. То есть, я... А вот что это такое? Ну, это в программе есть такая Zbrush программа, где можно создавать дигитальные скульптуры. А потом? Распечатывать на 3D-принтере или анимировать их. Кстати, еще увлекаюсь мультипликацией в последнее время. Уже мультики скоро будут? Скоро будут, да, мультики. Про что? Про мишек. Про каких мишек? Я хочу их реанимировать, ами шагами, я шучу. Не, ну там будут разные... Ну, они были милыми такими. Чапандаева надо, гаечку нам верни. Ну да, это к Диснею, он должен... Да. Так что будет? Это будет в каком мультиплике? На каком языке он будет? О чем он будет? Это будут разные, там, и на спортивные темы, и на социальные темы, которые я люблю поднимать, между прочим. Это будет как аниме? Хентай? Ну, что-то будет похоже. Это будет покадровая анимация в начале. Потом я уже перейду таким более, так сказать, глобально-современным. А где можно будет потом посмотреть? В инстаграме там моем и так далее. В инстаграме? То есть это мультфильм будет протяженностью 1 минуты? Это будет в начале коротенький, да, такие сюжетные, маленькие. И ты полностью сам их можешь сделать? Тебе не нужен никто дополнительно для озвучки? Нет, я сам... Все сам может сделать. Я, кстати, говоря про озвучку, понимаю, что инстаграм, ведь он такой, он рассчитан на международный рынок. То есть, скорее всего, это будет рассчитано не только на латвийскую или даже там тоже российскую аудиторию, да? Да, инстаграм – это вообще окно, окно любого из нас, между прочим. То есть, позволяющий увидеть себя всему миру. Это уникальная, гениальная, мне кажется. А кто приходит в инстаграм, там, ну, видно, из каких стран, кто откликается, оставляет комментарии? Да, конечно, там все видно. Видно, что вас там нет. Вам нужно обязательно завести свой аккаунт. Это очень здорово. У нас для кого нет. Или вы есть в инстаграме? В инстаграме мы есть. Все есть, вы знаете. А, ну, просто такие вопросы. Нет, я имею в виду, что, ну, как, вопросы... Нет, вопрос был к тебе, к художнику, да. Вот сколько, например, вот людей... Конкретно. Да, конкретно. Вот подписчиков, сколько видно там... Видно ли, что там из Кореи, там, я не знаю, из Африки? Нет, это видно все в бизнес-аккаунте. Просто вопрос, вот ты отслеживаешь, например, кто больше тебя смотрит? Это Латвия, это Латвия-Россия или это из каких-то других стран? Ну, так вот я и задаю этот вопрос. Да, это добрый. Ну, на первом месте Америка, да, потом Россия, потом Латвия, потом Россия. Как-то так. Я, если честно, не особо занимаюсь... Не просматриваю комментарии. Я особо не занимаюсь, да, этим. У меня просто как бы нет времени. Я выставляю что-то, да. Когда есть что показать, я выставляю работу. Я так не особо любитель выставлять свою личную жизнь и так далее. Собачек и прочее. Хотя, я думаю, что было бы больше толку. По суровым глазам Евгения Копейна... Мы понимаем, что у нас заканчивается личное утро. Суровое. Да, нам может... Суровое степень, да, что нужно заканчивать. Ну, и заканчивается программа «Утро на Болткоме». Заканчивается личное утро. Владислав Лакши, спортивный художник, входящий в топ-5 спортивных художников мира. Сегодня был в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо вам.